Сегодня хочу вас научить готовить хинкали. На самом деле, готовятся они легко. Единственная загвоздка, чтобы сделать очень тонкое и очень эластичное тесто, из которого не будет вываливаться начинка. И ещё секрет в том, как их залепливать. Это я вас всё научу. Это очень просто. У меня для этого всё есть. Надеюсь, что у вас тоже. Поэтому сейчас мне Танюша принесёт подставку мою. И будем готовить. Что нам нужно для хинкали? Нам нужен фарш из баранины, телятины или телятины со свининой. Я просто не ем. Или у меня вот в данный момент козлик. Потому что у меня есть козлики. Каким образом они попадают ко мне на стол, даже не спрашивайте. Не будем сейчас дразнить зелёных. Нету? Есть? Отлично. Ой, 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 ой. Всё. Не будем сейчас дразнить зелёных. Танюша, вы будете мне помогать, ассистировать? Отлично. Так, дорогие мои. Что вам нужно для этого? Ещё раз вам рассказываю. Сейчас, минутку, опущу эту прекрасную штуку. Так, лучше выключите свет, он не мешает. Спасибо большое. Так, вот. Да, и тот тоже можно, который там дальше. А то светит сильно. Так, ещё раз напоминаю. Значит, нужен фарш. Лучше, чтобы он был немножечко жирненький. Если у вас фарш не жирный, пожалуйста, добавьте туда сало, перекрутите. Чтобы были вот такие вот беленькие вкрапляшечки. Вам нужен точно так же на мясорубке лук измельчённый. Прям много. Для хинкали я прям кладу один к одному. Если вы кладёте 500 грамм мяса, то и 500 грамм лука. Почему? Потому что луком фарш не испортишь. Он даст вот эту вот сочность. Ещё я добавляю холодную воду в фарш, чтобы он был жидким. Вот. Сейчас я немножечко отделю фарш, потому что я смотрю, что у меня здесь очень много. Я столько лепить хинкали не собираюсь. Это долго. А, а вы туда уже положили лук, что ли? Нет, тут чуть-чуть другого. Олечка, а ты сразу тесто надо сделать? Тесто надо сделать? Хорошо, сейчас всё сделаем. Так. Давайте быстренько сделаем тесто, действительно. Что это мы? Так. Чтобы сделать тесто, рассказываю вам, что нам нужно. Вам понадобится мука. Вам понадобится вода. Вода, соль, масло растительное и яйца. Яйца будем добавлять прям вот хорошо. Почему? Потому что в хинкали должно быть очень плотное и очень тонкое, хорошее тесто. Добавляем муки. Вы знаете, я не могу. Вы всё время спрашиваете, сколько, сколько грамм того, сколько грамм сего. Я так не готовлю. Танюшечка, будете мне снимать? Дети, вот так вот я вас переверну. Вот так вот. Всё. И вы вот так вот снимаете, что я там сейчас делаю. Вот сюда снимаете. Вот сюда. Да. Видно там? Да. Отлично. Значит, что я делаю? Я в свой комбайн запускаю муку. Не знаю, сколько. Сколько тут, не знаете? Килограмм где-то. Килограмм где-то. Ну, я вот меньше положу. Грамм 700 положу. Так. Добавляем. Прям ближе. Можете чуть-чуть подойти. Добавляем яйца. Сколько сюда мы яиц добавим, Наталья? Ну, хватит. Больше не надо. Думаете? Да, да. Я бы больше добавила. Но много теста же не надо. Так. Грамм 3 яйца на 700 грамм. И немножко водички. Правда? Угу. Давайте будем наливать это всё по ходу. Соли добавим. Ой, 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 ой. Бомбануло, конечно. Соля, ничего, нормально. Так. Соли и растительного масла. Всё. Теперь я беру крюк. Вот он тут. Мой любимый крюк. Так. И начинаем взбивать. Спасибо. Начинаем перемешивать. Вот так вот. Плотное делаем тесто, ребята. Мало добавляем воды и всего, чтобы оно еле-еле-еле взболталось. Вот я смотрю, у меня прям хорошо. Тесто не должно быть мягким. Почему? Потому что, если мы сделаем тесто очень мягким, оно у нас порвётся. И начинка из него вылезет. А какой секрет идеальных хинкали в том, чтобы у вас был мешочек, в котором будет невероятный фарш с очень вкусным соком, с бульоном. Вы берёте за попку, откусываете хинкали, и оттуда вытекает бульон горячий вам прямо в рот. Это невероятно. Пока мы сейчас... у нас взбивается тесто. Я хочу показать вам, как я буду делать фарш. Блин. Конечно, устанавливать всё это... Вот у нас мясо. Прямо столько же добавляю туда лука. Ну, может, чуть-чуть меньше. И, конечно же, добавляю соль. Прямо не жалею соли. И добавляю много перца. Сейчас покажу вам, как это происходит. Всё-таки хочу... Всё-таки хочу... О! Вот так поставить эту всю историю, чтобы вам было видно. Смотрите. Много перца добавляю. Закручиваю, чтобы помельче он был. Потому что дети у меня будут это всё есть. Поэтому лучше бы им сильно так он не попадался на зуб. Не боимся. Я очень люблю в хинкале класть кинзу. Но если вы не любите кинзу, то вам это не нужно, ребята. Что у нас там? Получилось мало воды. Поэтому я ещё чуть-чуть добавлю воды. Всё. Мы хорошенько, прям вот не боимся. Берём руками. Если вы не любите, ещё раз повторяю, зелень не кладите. А что это? Это просто петрушка? Да. А кинзе у нас нету, да? Николь. А вот это? Ага, ну очень вы порезали крупно. Танюшечка, порежьте мне помельче чуть-чуть. Всё. Значит, кто не любит зелень, не кладёт. Кто любит, кладёт петрушку. Я люблю и с петрушкой. Сейчас у меня нет кинзы, поэтому я положу петрушку. Но вообще вкусно и с кинзой очень. Кто любит кинзу, кладёт кинзу. Кто не любит петрушку, кто не любит ничего, не кладёт ничего. Вот у меня дети не любят зелень там. А я люблю. Поэтому я чуть-чуть положу. Огромное человеческое спасибо. Вот так. Очень сочный получился фарш. И чтобы ещё его усочнить, я ещё грамм сто налью туда холодной воды. Смотрите. Налила туда холодную воду, и у меня очень получился мягкий фарш. Попробую его на вкус. Он должен быть хорошо солёный, ребята. Потому что, когда он варится, он почему-то перестаёт быть солёным. Поэтому я его ещё хорошенько подсолю. Это как с паской. Тесто должно быть немножко слаще, чем вы хотите, чтобы у вас была паска. Потому что оно куда-то потом девается, этот сахар. Тут тоже хорошо подсолить. Всё. Фарш у нас готов. Когда я буду лепить, я ещё немножко добавлю воды. Потому что я люблю, чтобы фарш был прям жидкий. Так, Танюша, знаете, что надо сделать? Поставить воду кипеться. Что, что, что? Да, наготовить. Смотрите, дорогие мои, тесто у меня получилось плотнейшее. Вот такое плотное. Тяжело оно. Что вам нужно сделать? Вам, конечно же, для выработки клейковины нужно поставить его на час в холодильник. Вот когда оно уже вот так вот вымесилось, на час его надо поставить в холодильник. Но поскольку у меня сейчас нет времени, то я начну уже делать хинкали из одной части. Но вы, дорогие мои, выдержите, пожалуйста, этот час, потому что от этого зависит качество вашего теста. Смотрите, оно у меня жёлтенькое такое. Оно не будет в хинкалиях жёлтенькое. Оно как-то потом тоже вываривается всё это дело. Так, розмарин потом нужно вам наготовить. И масло сливочное. Потому что это мы бросим в соус. Что такое соус? Ну, просто, на самом деле, сливочное масло с розмарином. Он будет очень вкусно пахнет. Очень будет вкусно. Я за то, чтобы в хинкалях было всё-таки либо баранина, либо там козлятина какая-нибудь. Ну, какое-то такое экзотическое восточное мясо. Не просто телятина. Но можно, на самом деле, и с телятиной. Так, вот у меня где мука? Ага, вот у меня мука. что я делаю с мукой? Хорошенько присыпаю и начинаю раскатывать. Вы можете катать руками. Можете раскатывать руками. Но у меня есть машинка для макарон, поэтому я буду это делать машинкой для макарон. Вот такая вот у меня штука. Её можно запросто купить в интернете. Вот, видите, какая у меня машинка. Я вам уже сто раз показывала, как я на ней готовлю. Так, установлю вот так вот камеру, чтобы вам было видно. Вот. Так. Хорошо пересыпаю мукой тесто машиночку. Машиночку ставлю на один. Это самый толстый. Самая толстая. И вот так вот раскатываю. Видите? Складываю в три. Раз, два, три. И ещё раз. Делаю как на макароны. Ещё раз в три. Чем лучше я раскачаю тесто, а вы просто складываете у себя на рабочей поверхности. Сейчас я вам покажу. Делается вот так вот. Складываете в три. Раз, два. Чем плотнее, тем эластичнее и лучше будет тесто. Конечно же, без такой машинки это сложно, но в умелых руках всё это запросто делается. А что это такое? Какое-то грязное у меня тут было тесто. В смысле каталка? Качалка? Как она точно называется? Скалка. Да. Так. Видите, как удобно это делать с машинкой. Машинка для макарон продается в интернете. Можете купить её себе. Вот такая ручная. Есть у меня на самом деле в моём комбайне электрическая отсадка. Точно такая же. Делает всё электрически. Но я почему-то ней не пользуюсь. Так. Ещё раз. Последний раз прокручиваю на единицы и начинаю утолщать. Так. Вот так. Всё. Теперь начинаю делать на троечку теперь. Чтобы тесто у нас классно каталось в этой машинке, его нужно хорошо пересыпать мукой. На шестёрочку, правда, мы делаем? Да? Да. На шестёрочку. Так. Вот у нас на троечки растянули, подвинули на пятёрочку. Вот. А вы просто раскатываете, рассказываю вам. Ой-ёй-ёй, что это? Что это? Что это? Так. Так. Примерно на 5 на 6. у меня здесь. А у вас это должно быть... Сейчас я вам покажу тесто. Расскажу, сколько это должно быть примерно миллиметров. Ну, наверное, 1 миллиметр тесто. Оно должно быть очень тонкое, но при этом такое, чтобы было легко лепить его. О, боже! А что оно какое-то с дырками получилось? Ещё раз, да? Плохо, ребята. Это уже не постояло. Не постояло тесто, и из-за этого, видите, с ним проблемы. Поэтому, когда вы сделаете тесто, вы должны час, как минимум, оно должно у вас отстояться, отлежаться. Развивается клейковина, и оно становится очень эластичное, классное. из-за того, что оно у меня не постояло. Видите, у меня оно и плохо катается очень, и дырочки какие-то в нём образуются. То есть, мне совсем не нравится. Фух! Я прям расстраиваться начинаю, когда такое происходит. Так, ещё раз я его сейчас перемажу. Но для того, чтобы вам показать, как это происходит, я всё-таки всё сделаю, но вас прошу с тестом не спешить. Медленно, медленно. Сейчас я его вот так. Ну, давайте пробовать ещё раз прокрутить. Ой! Вот так. Видно вам? Поехали. Так, теперь на двушечку. а вы просто раскатывайте салко, если у вас нету такой штуки. Это, конечно, будет чуть сложнее. Но вы же пельмени делаете? Тесто как на пельмени. Просто немножечко оно должно быть. Я больше яиц добавляю. Для чего? Для того, чтобы оно не рвалось. Потому что пельмешики всё-таки маленькие, в нём маленькая начинка. А в хинкале у меня и много начинки. и есть вот этот бульон, ради которого в принципе вот всю эту историю и затевают. Я обожаю взять хинкалину, положить её в рот, откусить и выпустить на свободу себе имеется в виду в рот выпустить этот прекрасный бульончик. Так. Вот так. На макароны тесто я делаю... Блин, да что такое? Вы видите, что творится с моей машинкой? Кто-то очень мне завидует, что у меня есть машинка. А? Так. Поломалась она у меня что-то, она у меня дрыгается. Ничего страшного. Так. Всё, мы уже на самом деле почти закончили. Сейчас я это всё дело раскатаю и будем лепить хинкали. Всё, поехали. Да что ж такое? Проблема. Так. машинка у меня сломалась, ребята, наверное, придётся катать салкой. Ещё раз пробуем. всё. Получилось. Получилось. Отлично. Немножко тесто. Всё равно с дырочками у меня выходит из-за того, что у меня не вылежалось оно. Но ничего. Так. Смотрите, получилась вот такая вот у меня прекрасная простыночка. Видите? Видно вам, ребят? У меня для этого вот такая крышечка. Примерно диаметр её наверное сантиметров я думаю, что не 10, думаю, что 12. Примерно наверное 12. Вот так вот отсюда до сюда наверное 12. Вот. И я вот так выдавливаю вот так вот выдавливаю круги. Видите? Я это делаю на силиконовом коврике. Великолепно. Показываю вам размер хинкалины. Так, а что такое? Чё оно у меня не это? Не до конца выкручивается. Что такое? Почему оно не режется? Не будем понять. Так, сильнее я подавила уже как нужно сильнее. так ну вот так вышло у меня вот таких четыре прекрасных кружочков. Видите? Значит толщина тоненькая достаточно тесто. Видите? Вот такое. Что мы делаем дальше? Раскатайте мне покажем вот это вот. Так, что мы делаем дальше? Дальше самое интересное. Надеюсь вам все видно. Я еще раз перемешиваю свой фарш. Помните, что я туда добавила один к одному лук, добавила еще грамм сто воды. Я если честно еще добавила, не буду. Не надо? Нормально? да? Да, я больше не Сейчас стоял чуть-чуть. Стоял? К ям когда была вода. Смотрите, ребята, холодную воду добавляю в фарш. Не бойтесь, фарш всю воду возьмет. Вы просто перед каждым, как будете лепить каждую хинкалину, должны хорошенько его перемешать. Вот. Чем больше вы добавите воды, тем у вас больше будет в хинкалях бульона. Он должен быть прям такой как сметана ваш фарш должен быть. Очень хорошо мясо впитывает воду. Теперь вы берете пол ложки, вот так кладете на серединку. Вот. Вы видите? Теперь вы берете ваше тесто и делаете вот так складываете как юпочка. Смотрите, дорогие мои. Танюша, вы можете пока не шуметь? Угу. Так. Так. Смотрите. Юпочкой. Видите? Складываю все к одному. А тут пальчиком придерживаю. У меня уже там много на самом деле сока. Вот так. Смотрите. И в конце я хорошо это дело все залепливаю. Прям вот так вот. И получается вот такой мешочечек. Видите, красивый какой. Говорят, что надо, чтобы было 24 складочки. Может быть, я не знаю, сколько у меня. Можем сейчас посчитать. но можете начинать с маленького количества, потому что пока вы, если учитесь и делаете впервые это, то это будет немножко сложно. И чтобы у вас не вылазил фарш, добавляйте его чуть-чуть меньше. Вы когда научитесь потом, вы уже сможете делать и с большим количеством фарша, и с большим количеством вот этих складочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, ой-ой-ой-ой, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У меня получилось восемнадцать складок, и думаю, что больше, честно говоря, и не надо. Вот так вот я... Мне тоже восемнадцать. Восемнадцать, да, у вас выходит? Можем больше не могу. Да, да и не надо. Можно и меньше. Так, вот видите, вот таким вот образом. И получился вот такой мешочек. И очень хорошо сверху его зажимаете, ребята. И старайтесь, чтобы жидкость из фарша не выходила. Поэтому давайте брать чуть-чуть поменьше фарша. Ну, нормально вот так. Где-то пол столовой ложки, да, у меня получается. и вот так вот. Видите? Защипываете. Как бы вам вблизи это показать? А давайте, Ктане, вы снимете. Сейчас. Так. Вот так вот. Вот. Берете и вот так вот раз, видите? Прижимаете пальчиком. вот. Вот. Одну на вторую. Вот так вот. Вы научитесь. Я на самом деле научилась с первого раза. Чуть-чуть они сначала кривенькие. Вот тут в конце вот так вот просто. Оп. Видите? У меня немножко сок выходит. И это проблема. Не надо, чтобы он выходил. Это значит, что я беру немножко много фарша. Вот. и хорошенько его закручу. Закрываю. Давайте еще раз покажу один. Не наливайте первое время много воды. Пусть они будут у вас посуше, но зато вы научитесь их лепить. Вот так. Вот так. Видите? Вот так. В конце, когда выходит вот такая дырочка, просто выворачиваете в другую сторону. И вот так. Оп. И залепили. Хорошенько прям вот здесь вот залепили. Старайтесь не ногтями это делать. Сейчас у всех отросли ногти. Так. И вот такой получился красивый, видите, мешочек. Вот здесь вот его прям залепили хорошенько. Все. Еще. еще будем делать. Так. Продолжаю. Мне помогает, ассистирует моя Татьяна. Без нее никуда. Но если бы она мне не помогала, то мы бы до завтра эти пунктали делали с вами. А так нам нужно в часик, дорогие мои, уложиться. Поэтому. О! Вот оно уже постояло. Вот тут постояло всего 20 минут. Это уже намного лучше, чем это. Это я еле лепила. Оно у меня и ломалось, и гнулось. И вот этот хинкали я даже варить не буду, потому что я вижу, что он разлезется. Вот. А это, вот оно постояло, он уже совершенно другое. Поэтому дайте подышать тесту, дайте ему отойти. Когда вы будете его делать, сделали, и пусть оно часочек полежит. потому что чем дольше оно у вас полежит, тем будет оно более эластичное и вам будет легко с ним работать. На самом деле в ресторане всегда подают 6 хинкали. Я не понимаю, как можно съесть 6 хинкали. Я ем минимум 26 за один раз и дети точно так же. поэтому делайте много. Так, отлично. Вот у меня опять получилось 4. Танюшечка, давай еще еще раз снимем близко это дело. Еще раз учу вас, ребятки, смотрите. Тесто получается вот такое, не больше одного миллиметра, но при этом очень такое эластичное. Набирайте, хорошо снимите вот здесь. Видите, у меня вышла вода. Хорошо перед тем, как фарш накладывать, его нужно перемешивать. Перемешали, перемешали, перемешали и только потом берем части, кладем посерединке. Вот так. Я бы положила чуть больше. Вот так. Теперь поехали. Берете дачу, можно вот так. Да, вы руками не закрываете. Ну, так снимайте, чтобы не закрывала. Раз, смотрите, поняли? Вот, первая складочка, вторая к ней же, третья на нее же, на нее же, на нее же, и у вас будет вот он вот так вот поворачивается, видите? Поворачивается, 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 еще, а тут крепко слепливайте, каждую залепливайте прям сильно. Вот так, видите? Вот у нас остается фарш здесь, вот так, и теперь вот так. Я его как раскручиваю в другую сторону и хорошенько поджимаю. Все, ребята, вот это тесто постояло, и у меня уже совершенно другого качества хинкали. Слепливается великолепно, не разрывается, не мочится, очень красиво выглядит. Делаем еще. Делаем еще. Если у вас вылазит фарш, постарайтесь поначалу делать меньше. Вы когда научитесь, потом будете класть любое количество. Вначале нужно себе помочь немножко. Вот, видите? Я каждую складываю юбочкой, вот такой вот. и хорошенько поджимаю пальцем. Вот, когда вот так вот вышло, у меня только, видите, одна дырочка, я с другой стороны делаю вот так вот, и вот так вот, как закрываю. И потом вот этот пыптык хорошенько поджимаю. Вы же знаете, что эта часть верхняя, она для того, чтобы держать хинкали, ее никто не ест. Ну, кроме, наверное, только моих детей. они страшно любят есть это тесто. Так, опять перемен... Не забывайте перед тем, как вы делаете, смешивать фарш, чтобы с него не выходила вода. Вот, только он у меня смешался, я беру. так, вот так. Еще раз учу, ребята, смотрите, прям мастер-класс вам. Так, видите, берем и делаем складочку. Теперь тут я ее держу и здесь держу, а этой рукой я делаю складочку. Вторую пальцем поджимаю, третью пальцем поджимаю, четвертую поджимаю, пятую поджимаю, шестая, седьмая, восьмая. Не гонитесь за количеством складок. Вначале, даже если у вас будет 10-12, будет нормально. так, и вот когда у меня в конце, видите, осталась дырочка, я, ой-ой-ой, видите, у меня многое положила. Много-много-много. Сейчас засуну туда фарш, вот так вот, чуть-чуть. Теперь вот так вот поджала и как бы вывернула в другую сторону. Поняли? Так, не получилось у меня это, звоняйте. Ну, ничего, бывает. Сейчас получится. Я на самом деле тоже долго не делала уже, поэтому я уже... Так, ну, красиво, красиво. Давай еще вот сюда. Все, давайте последнее, этот я уверена выйдет. Значит, положу чуть поменьше фарша. Поехали. Складочка. Вот. Все. Зажала, видите? Положила, зажала. Складочку сюда, 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 еще. Второй рукой прям вот между вот этими пальцами, видите? Поджимаю, 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 поджимаю. В конце, смотрите, вышел, вышла дырочка. Я ее вот так вот и в эту сторону. Вот. Но это делаю я так. Я не знаю, правильно это или неправильно, но у меня красивые очень хинкали получаются. Смотрите, смотрите, какие пупсики прекрасные. Чудо просто. Все, что мы теперь делаем? мы их сейчас сварим. Да, как мы делаем масло? Давайте я сделаю. Подождите две секунды, показываю вам, как делается соус для хинкали. Так. А побольше немножко масла? Так. Надо растворить. Не-не-не, это вот побольше. Розмарин? Розмарин, да? К мне. А, нету больше. Еще больше. Я растворяю масло, поставила его в микроволновку. Оно у меня сейчас там потечет. В горячее масло я брошу розмарин. И потом этой прекрасной жидкостью полью. Танюша, снимите меня, как я варю. Вы бросали соль? Нет, почему не бросаю. Значит, воду нужно бросить. Большую кастрюлю воды берем. Бросаем туда большую ложку соли. Пробуем на вкус. Так. Мало я положила воды, видите, вот у меня вот тут варится. В смысле, мало я положила соли. Еще ложку. Нормально. Здесь я растворила, ребята, растворила розмарин. В смысле, масло. И положила туда веток розмарина. Вот так вот. В горячее масло. Это прекрасно. Можно чуть-чуть еще с розмарином поставить. Пару секунд. Так. Давайте, пожалуйста, вот вы там делай. Нет, нет, нет. Вы просто снимайте. Воду снимайте, пожалуйста. Так. А вот тут лучше поснимайте. Вот тут. Смотрите, выкладываю мои красивые мои хинкалики. Вот. И бросаю их в воду. Вот так вот за попки держим. Бросаем в воду. Оп. 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 Не бойтесь, что они у вас, они не слипнутся. У нас очень много воды. Можно их чуть-чуть размешать. Буквально немножечко пошевелить ними там. Варить их нужно не более, наверное, пяти минут. Правда? Только они всплывут у вас и еще покипят. Пусть сколько? Пять минут? Пять-семь минут. Да, накрываем. Прекрасно. Я всегда беру блюдо. Сейчас мы мало налепили, потому что в час надо все успеть. К часу. А вы налепите столько, сколько можно. И варите несколькими порциями. Подали на стол и в следующую порцию варите. Сейчас. Вот, смотрите, они начинают потихонечку всплывать. Видите? Вот так. Очень красиво. Нам потом нужна будет вот такая вот штучка, такая поварешка. Так. И мы их варим. Вот они еще. Давайте, у меня вот здесь вот есть, я засекаю время. Поставлю три минуты еще. Все, они у нас варятся. А мы еще немножечко залепим парочку, да? Или не будем. Смотрите, показываю. Вот, вот здесь очень достаточно воды. Видите? Когда он стоит, у него вот она вытекает, эта вода. Поэтому перед тем, как лепить хинкали, вам нужно перемешать эту всю историю. И только потом добавлять. мясо, очень тесто у меня эластичное, из него ничего не вытечет. Понятное дело, что они не должны стоять полдня у вас. Но для того, чтобы налепить штук 20, 30, 40, хватит времени. Вот. Красавцы, смотрите, какие. Они уже у меня всплыли. Я думаю, что еще три минуточки, пусть они у меня поварятся. Так, а пока я сделала тут соус для них. Мой соус это очень просто. Я просто положила розмарин, масло в микроволновку и все это дело вместе прогрела. Если вы не пользуетесь микроволновкой, сделайте в сотейнике. Ароматное масло получается очень. Короче, классно. Все, совсем еще немножко. Что вы пишете? Вам нравятся мои хинкали? Скажите, они быстро на самом деле очень делаются, особенно если у вас машинка есть для теста. Прям вообще прекрасно получается. Смотрите, как мы это все делаем. Видите, крышечка у меня такая специальная. Мы уже много-много лет этой крышечкой делаем именно хинкали. Вот. Очень красиво получается. Сейчас Таня проведет мастер-класс. Так. Вот. Не забываем обязательно перемешивать фарш. Посмотрите, он такой же полужидкий получается. Для того, чтобы были вот это вот та самая... О, видите, как много Таня кладет? Таня кладет много, потому что она уже профессионал. Смотрите, как она быстро это набирает. Набирает. Набирает, видите? Оп-оп-оп-оп. Ага, стряхивает туда его немножко. Видите? Опачки! Красота! Отлично! Да, прекрасно. Таня, скажите, кто вас научил делать фенкали? Оля Полякова. Вот, а то вы тут будете рассказывать. Конечно, Таня делает! Таня делает, но научила ее делать их я. Да. Медленно, 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 Таня. Медленно показываем. Вот так вот Таня набирает, видите? А мои уже сварились. Так, ребята, смотрите. Думаю, что сварились, правда? Да. Так, смотрите, они увеличиваются в размере. Вот так вот я их вынимаю. Раз, два. Смотрите, они не разваливаются, не расползаются, ничего с ними не происходит. Красиво я их прямо вот так вот. Это дается за счет того, что мы положили яйца в них. И из-за этого тесто у нас плотное, но вместе с тем очень тонкое. Вот так вот это все красиво. Вот так вот я это все поливаю. Так, кладу сверху розмаринчик. Ну, и, конечно же, вуаля. Посмотрите, пожалуйста, какая красота. Теперь я все-таки очень хочу вам показать, как это дело все выглядит. Так, сейчас. я хочу показать вам, как это все в разрезе. Так, сейчас оно чуть-чуть у меня. Так, поменьше одну травичку вот сюда вот. Так, смотрите, какая красота, какие они прекрасные. Вот я каждый полью еще маслицем. Вот так вот, прям каждый полью. отлично. Супер. Вот так. Давайте заберу эту траву и покажу вам, как все это выглядит, когда я это кусну. Значит, сейчас я буду откусывать от этого кусочек и покажу вам, как внутри он выглядит. вот так это все выглядит. Ой, Танечка, дайте, пожалуйста, тарелочку, я покажу. Любую тарелочку. Давайте вот сюда. Я вылью. Смотрите, дорогие мои, выливаю бульон. Видите? Вот столько бульона у меня получается в хинкале внутри. Смотрите, сколько. Просто в соке это все дело. Очень красиво. Очень. Пошла фотографировать, дорогие мои. Надеюсь, вам понравился мой эфир. Поэтому я его сохраню. вот так. Вот так.